Вот так же нас тормознули, полиция тормознула, вот мы едем за ними сейчас, я не знаю, что будет. А что они сорвались? Что они под таком же делают? У нас уже один раз оштрафовали, и раза три останавливали. Прихол какой-то. Сорвались куда-то, я должен еще, блин, лететь за ними. Так, в общем, называется... А как у вас транспортная инспекция, да, называется? Транспортная инспекция Минтранса, управление КПР, 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 КПР. Так. Вы покажете мои нарушения, а тут они не слышат? Да, пойдемте, да. Пойдемте, заходите, саня. Давай. Все хорошее. Опа! Давайте теперь спокойно, чтобы... Витя, в Эстонию забрать документы и провести 100 евро. Поставь терминал, пожалуйста, на зарядку. Так. Зарядка, которая уже торчит там. Ой, ну как пошло. Так, давайте. А, и слышишь, подай мне, пожалуйста, на регистратор шнур сюда, в эту сторону. Так, обращаю внимание, что... Да. Что... Не, я не к вам. Я не к вам. Это я так уже сам. Обращаю внимание, что, смотрите, у меня паспорт, да? Да. Идет пересечение границы. Так. Смотрим. Где же вы? Республика Беларусь. Значит... Ну, у нас пишется, поэтому не сможешь, не беспокоиться. А где-то встанец там? Он стоит там, сейчас покупает борт. Когда купит борт, возьмешь карточку, им объяснил. Подойдешь сюда, по акту проведешь. Чек им. Нам в курсе, да? Да, уже в курсе. Ну, они, правда, злятся. Значит, смотрите. Я пересек границу 20-го. 20-го 06-го. Значит, 21-го я выехал. И 22-го я опять выехал, заехал. И 22-го я въехал. То есть 22-го я выехал, 22-го опять заехал. Итак, покажите мне мои нарушения. Как это было? Не надо мне, я устраиваю. Я уже в восторге. Ничего не проймет. Откройте мою машиночку. Вот она, да. Итак. Можешь, слышишь? Включи на троечку там кондиционер. Сюда не дует, чтобы там кондиционер было. Смотрим. 21-го число, да? Смотрите. 21-го число. 8.42 минуты 27 секунд. Вы проезжаете... Боже, границу пересекли. Ваша машина фотографируется камерами платных дорог. Обратите внимание, что она белая. Я прямо ее... Черно-белый экран. Она не белая, а черно-белый экран. Я вижу, вижу, да, белая машина. С регистрационным знаком белым. Я не знаю, это вообще в черном пятне. Что-то... Простите. Давайте уважительно. Это не смешно. Если вы хотите перевести в комическую ситуацию, то... Пусть лучше с юмором останется. Ну, ЖЖ. Вот. Каждая фактическая ваше... Итак, нарушение 21-го числа. Вот смотрите. 20-го я въехал, 21-го я выехал. Вот оно вот так получается. Время такое там не стоит. Я выехал, да. Вы тут развернулись. Вот я где-то развернулся. Вы буквально, знаете, где-то 40 минут... 38 минут... А, 40 минут ровно вы где-то... Разворачивались и останавливались. Представьте себе. 40 минут я разворачивался, крутился на развязке. Где надпись платной дороги. И они мне поставили штраф 100 евро. Кто? Ваша служба. Билтол. Билтол. Все, не бойтесь. Пишется с самого начала. Поймой я тогда себе покажу. 100 евро стоило мне 38 минут раскручивания на развязке. А, у вас камера хорошая-то. Ну, конечно. Что же вы мучаетесь? Я изучайника спрошу. Ну, вроде шмот. Платные дороги вашего транспортного средства с этим регистрационным знаком фиксируются камерами платных дорог, которые установлены на определенных участках дорог. И следующее у вас 21 число. 18-29, вы проезжаете дальше. Это уже другой расчетный сегмент. Ну, опять ваша, как вы говорите, там, белая машина. Белая машина, да. Обращаю внимание. Цвет мы на цвет не смотрим на регистрационный знак. Он больше для меня, чтобы я мог сверить марку машины. Я понял. Регистрационный знак транспортного средства. Ну, вот он опять. И вы едете опять дальше. К сожалению, ну, не узнав заранее, там, что платные дороги, да, есть и что нужно фактически... Значит, в один день, обращай внимание, в один день, с интервалом времени, мне присваивается один и тот же штраф в 100 евро. Значит, плата в увеличенном размере называется. Я не понимаю, что такая плата в увеличенном размере. Нигде в мире такого нету. Здесь как-то оно по-другому называется. 200 евро меня наказали за то, что мне понравилась страна. 8.40, следующее 18.29. Прекрасное время. В течение двух часов, с момента фиксации первого нарушения проезда по платным дорогам, дальнейшее нарушение не фиксируется. То есть, 8, после 8.42, два часа машина едет, она не вносится в систему, как и с последующим нарушением. После двух часов, если машина появилась опять на платных дорогах, это было вечером, там, после 12 часов, как вы у нас побыли, она опять вносит, ну, потому что интервал прошел этот. И все дальнейшие перемещения, которые тут запомнили, 21 число, 18.29, вы едете дальше, 18.29. А, одну минуту, третье нарушение. 1 минута, 32 секунды. Обалденно, 1 минута, 32 секунды, еще 100 евро. Ну, да, в один день 300 евро, так, прекрасно, придумано. Итак, дальнейшие, 22 число, это уже следующие сутки пошли. Так, конечно. А где вы были? Вы были в Минске у кого-то, были 3 дня, грубо говоря. После этого вы поехали в 18.58. В сторону Гродно. В сторону Гродно, ну, с Минска. Да, да. Первая вот она вас фотографирует, потом еще фотографирует, но ничего, это все в одно входит, потому что интервал двухчасовой не был превышен. Следующее ваше нахождение, это уже, наверное, гранида, это вы уже Гродно подъезжали, ну, уже прошло время. 19.06, здесь 22. 19, 20, 16 минут. Ну, фактически 2 часа предыдущие нарушения вносится, уже формируется, как оно действующее. И все остальные просто прибавляются по истечении каждого двух часов. Так, одну минуту. Вот 22. Вот 22. Смотрите, я выехал, да, и заехал. 22 число. 22. Дальше. 21 все штрафы на границе мне не были привязаны, абсолютно. Почему-то они здесь в системе, а я выехал 21, они должны были на границе мне сообщить о том, что у меня есть штраф, его не было. Ну, кто они? Ну, служба какая-то, но кто-нибудь должен был мне сообщить о том, что у меня три нарушения. Меня выпустили через границу, значит, это все Филькина грамота. Погнали дальше. Нашний день, да, я выехал с гостиницы на границе, поскольку не смог переехать через, по связи с коронавирусом. И еду вот себе обратно домой, принял решение в Киев. И вот, смотрите, какая история. Я еще попадаю за сегодняшний день на 110 евро. Все правильно? Дальше рассказывать? Может, меня одеть с этой, а не хотите? Не, 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 маска мне не нужна, поверьте. Я... Если я сам так долго буду, я буду лучше. Да. 11.50, 12.50, 12.50, двухчасовой период. Вы же понимаете, я извиняюсь, вот для тех, кто, для слушателей. Значит, моя машина не разгоняется 200 км в час. А? Не знаю, это уже дело такое. Может, в суде. Смотрите, мой автомобиль не разгоняется 200 км в час. Здесь стоят видеокамеры фиксации скорости. Поэтому скорость 120 км в час. Соответственно, я не могу пролететь этот участок быстрее двух часов. Давайте дальше. Прямо сейчас, 16.48. В момент остановки я выписал два документа. Так. Первое. Которые... Первый документ. По последнему нарушению. Оно будет у вас двух экземпляров идентичное. Отлично. С печатями, с посекундное нахождение в вашей машине. Вот они. 14.16.36. Когда я вам там говорил, что надо побыстрее приедать сюда. Но мы все успели. Ну, если вы юридически можете разобраться. Мы не успели. Вам бортовое устройство парень выдал только в 16.27. СТТ, то есть оплату в уменьшенном разном тарифе. Это вот я продолжаю, чтобы вы понимали дальше. Можно производить только по истечению получения бортового устройства. Потому что списывается сумма с него. Смотрите на меня. Я вам хочу сказать. Я извиняюсь, тут у меня аж потеет камера. Значит, на сегодняшний день меня приделала какая-то служба белорусская на 800 евро. Дорожная служба, да? Как называется? Транспортная инспекция. СО2, который проверяли, да? Нет? Транспортная инспекция меня приделала на 800 евро. Они, наверное, думают, что я самый богатый человек в этой вселенной. Я не знаю. Я такого еще нигде не видел. А вы мне скажите, пожалуйста. Это мой договор. Это договор, что вы его приобрели. Чтобы вы понимали. Вот это устройство. Вот это устройство. Хочу сказать, что мне никто не разъяснил на границе, что такое устройство. Нужно поставить, что такое устройство существует. И что... Ладно, что такое существует устройство. Что штраф за неимение такого устройства. Каждые 2 часа 100 евро. Вот это просто нонсенс. Важно, да. Теперь, вот у меня вопрос к инспектору. А как вы к вам обращаться? А вам как? Можете просто инспектор? Инспектор, у меня такой вопрос. Вообще у меня тоже ведущий специалист управления. По какой причине нас не остановили раньше, чтобы помочь нам и, соответственно, службе помочь сократить мою задолженность? Значит, меня остановили ровно на 8 сотне евро. Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Но я же видел ваши машины. Слева, справа, они стоят. Почему машина была не остановлена? Я затрудняюсь на этот вопрос ответить. Не могу физически ответить на этот вопрос. Связано ли это с тем, что это специально все сделано? Я не могу на этот вопрос ответить. На эти вопросы я не могу физически и юридически ответить. Так как я работник управления контролем платных дорог по Минску, Минской области. Которые определяются границы картами. Моя юрисдикция находится вот, до Сюдова. Дальше все, что происходит, я не вижу ни физически своими глазами. Что с Эстонией? Еще нет. Подойди, посмотри, ни на месте, ни на месте. И спроси, сколько это. Эстония, наверное, там вообще будет сейчас в восторге. Я же вам говорил, что для машины вежливо и грамотно. Мы быстро поехали, не переживайте. Ну, против всех. Где мне свое несогласие? Это да, это я забираю. Это туда, потому что он нужен будет для возврата бортового устройства. А у вас есть степлер? Есть, конечно. У меня тут все разорвалось. А вы оторвали почему-то, да? Или это просто оторвалось? Это потому что так вот. Давайте здесь кто-нибудь. С вами вежливо общаюсь хоть. Да. Может мне как-то по-другому надо. Права и обязанности есть у любого человека. Так. И зависимо от... Вероисповедания. Давайте будем так. Значит, в вашем случае, законодательство нашей страны прописано так, что в случае имеющихся нарушений на конкретном администрационном знаке конкретного транспортного средства, специалист определенного управления либо отдела по платным дорогам выписывает документы. Вот они. В вашем случае они были выписаны. С учетом того, что оптимизация и уменьшение суммы оплаты в итоге, оплаты в личном размере. То, что я вам возле машины там объяснял, что очень мало времени и надо постараться. Не успели. В итоге мы сюда успели приехать, но я же там не видел, что происходило там дальше у вас на заправке. Поэтому причину не знаю, почему так вот чуть позже у вас. До двух часов вы не успели. Хотя я при вас объяснил специалисту, что надо будет себе бортовое, развести оплату в СТТ по разному тарифу в 10 евро. Ну, там время он посмотрел, а компьютер не дает права уже произвести. Хочу вам сказать, что 700 евро, что 800 евро абсолютно одинаковая сумма. Я вам серьезно говорю. Не абсолютно. Это не разные. Абсолютно реальная сумма одинаковая. Неподъемная. Что 1 евро, что 700. Что 700, что 800 неподъемная сумма. Для человека, который едет с семьей и транзитирует эту страну. Он просто проезжает. Вот вам. Значит так. Два документа выписано. Это по последнему, которое было до двух часов, когда я вас остановил на дороге. Мы сюда ехали. Это еще был период, чтобы привезти не успели. И те, которые были до двух часов, предыдущие нарушения. Это 700 евро. То есть здесь их 8 нарушений вы можете. 100 евро и 700. 800 евро. Красота. Посмотрите, а почему красным отмечено? Ну, чтобы было видно, что нарушительные. Ну, так система сделана алгоритмом. Те, которые без нарушений, они вот так вот есть, с нулевыми этими. У кого есть какие, они просто... Те нарушения, которые формирует система, она помечает количеством. 1, 2, 3, 4, либо 0, если нет ничего. В вашем случае... Скажите, ваша система связана с погранвойсками? Нет, абсолютно. Две разные службы, две разные системы. То же самое, как у нас нету по ГАИ. А у ГАИ нету нашей. Как у таможенников нету пограничной системы. Все разные абсолютно службы. То есть я мог спокойно не останавливаться на ваше указание. Почему? Павочки. Почему? Ну, например, не хочу с вами общаться, чтобы не платить 800 евро. Я должен был ударить на газ и уехать. Мы сейчас будем дискутировать от того, что вы незаконно послужитый гражданин? Нет. Выбрать 800 евро или сами скрыться? Вот это у меня вопрос. Что мне нужно было сделать с ребенком, а? Скажите мне, пожалуйста. С ребенком нет документов, я понял. Климат, значит, пишите. Останавливаются и выписываются документы с квитанцией, с указанием суммы и конкретных нарушений, где были происходили. Плату в личном размере вы можете произвести посредством электронной... Видите, покажи терминал. Посредством официальной электронной карточки банковской, после чего прикалывается чек сюда и при вас, при нарушителе, я инспектор на основании оплаты убираю нарушение. Дальнейшие ваши действия и права, и обязанности вы имеете полное право обратиться в компанию Белтол с требованием, называется у них это так, претензионное письмо. Можете отдельно как жалобу, ну это надо у них спросить, как у них там, претензионное письмо, которое вы можете оформить либо сами лично здесь на пункте, на любом, либо вы можете на удаленке посредством интернета. То есть дома, заходите на сайт, регистрируетесь и все пишете, излагаете и прикрепляете документы и указываете суть ваших недовольств, причин, просьб и требований. То есть, что вы хотите, что вы желаете, все, что в произвольной форме, страница большая, вы можете это сделать. Здесь ручка... Скажите, в какой срок я должен оплатить страницу? Дальше. Оплата производится у вас, как иностранное транспортное средство, на момент остановки, если у вас нет возможности, не желаете, либо еще какие-то причины материальные, там, без разницы, то, к сожалению, транспортное средство задерживается уполномоченным лицом транспортной инспекции, то бишь ему 0, кто составлял документы, до внесения платы выставленной квитанции. Смеетесь, что я говорю? Я вам слово в слово все, что написано в указе президента. Вы что смеетесь? У меня нету, послушайте. Вы сейчас спросили, я вам ответил. Слово в слово, что написано. Я просто шокирован вашими действиями. Я просто шокирован. Вы понимаете, шок на шоке. Значит, я не могу пересечь границу неоплатить? Вы не можете даже уехать от меня. К сожалению, вот так. Звучит законно. Фу. В общем, я не знаю, как это назвать. Это какая-то бандитизм какой-то, я не знаю. Я вам сказал, когда я сумму увидел. Вы выбирайте, конечно, слова, потому что каждое слово имеет какое-то основание. Ну, вот вы мне скажите. Меня вывели, значит, меня вывели вообще на эмоции. Одну минуту. Я сейчас звоню. Консульство Украины. Значит, меня на бандитизме забирают машину, выселяют меня с машины, с ребенком, с женой, выкидывают на дороге, рассказывают истории какие-то, требуют 800 евро оплатить моментально. Я сейчас же нахожу контакты консульства и вызываю сюда консула, пишу ему заявление. И пошли они все, и дрени-фени. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok